Всем привет! С вами канал PowerDevice и я подготовил интересный и полезный ролик для владельцев Realme, Oppo и OnePlus. Сейчас немного расскажу вам о свежем обновлении на бюджетных смартфонах Realme, на примере Realme 10, а также расскажу как на смартфоны Realme, Oppo и OnePlus установить очень крутое приложение музыка от Xiaomi из системы MIUI 14. Также вместе с этим приложением установим вот такой мини супервиджет, который без проблем будет работать. Отмечу, что данное приложение также устанавливается и на бюджетные смартфоны Realme, на Realme UI 4.0. На другие оболочки, друзья, я не могу гарантировать, что это все также установится, но вы можете это попробовать, ничего страшного не произойдет. Ну а на моем бюджетном смартфоне Realme 10 с оболочкой Realme UI 4.0 все это без проблем работает. К слову скажу, что виджеты здесь можно будет установить, разные под ваш вкус. Итак, пойдем по шагам и начнем с обновления на бюджетные смартфоны Realme. Зайдем в обустройстве на моем Realme 10. За последние два месяца этот смартфон обновился два раза. Первый раз на него прилетела оболочка Realme UI 4.0, до этого была третья оболочка, а потом еще раз прилетело четвертое дополнение. Так вот, друзья, если зайти в настройки специальные функции, боковая смарт-панель, активируем галочку боковая смарт-панель, спускаемся немного ниже. Здесь есть еще дополнение умные функции, также ее активируем. На боковой смарт-панели будет отображаться информация о действиях, которые можно выполнить во время просмотра видео. Так вот, друзья, в чем заключается суть? Зайдем на YouTube и после того, как у меня прилетела оболочка Realme UI 4.0 первая. Вот она боковая панель. Во время просмотра видео я открывал эту панель. Видео потока в фоне вот этой функции сверху ее не было. А сейчас, после того, как прилетело дополнение на Realme UI 4.0, эта функция появилась. Ну, а например, на Realme GT Neo 3 и на моем втором смартфоне Realme GT Neo 3T эти функции были сразу с Realme UI 4.0. В общем-то, на тех более дорогих смартфонах я уже делал на своем канале обзор на эту фишку. И многие в комментариях писали, что на более бюджетных моделях ее нет. У меня ее также не было. В общем, довожу до вашего сведения, что она начала прилетать на более бюджетные модели. Что она дает, друзья, это функция видео поток в фоне. Например, вы включаете какую-то музыку через YouTube, либо какую-то аудиокнигу, запускаете видео, включаете функцию. Теперь можно полностью заблокировать свой смартфон. Воспроизведение звука останется при заблокированном смартфоне. Думаю, здесь все понятно. Двигаемся дальше и переходим к тому моменту, как установить приложение музыка из системы MIUI 14 на смартфоны Realme, Oppo и OnePlus. Итак, я удалил это приложение со своего смартфона. Сейчас все заново вместе с вами установим. В основном, друзья, приложения Realme, Oppo и OnePlus и смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco не пересекаются между собой. Эти системы и приложения конфликтуют. Их невозможно просто так устанавливать между этими смартфонами. Это мой смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro, на нем оболочка MIUI 14. И вот такой же виджет, который мы сейчас установим. Это так называемый виджет SuperIcon, который был представлен в оболочке MIUI 14. То есть, это одна из фишек Xiaomi MIUI 14. Так вот, мне удалось подобрать версию приложения музыка, которая устанавливается на многие смартфоны Realme, Oppo и OnePlus. Именно с этим виджетом из MIUI 14. Вся прелесть этого приложения не только в виджете, сейчас все покажу. Естественно, ссылку на это приложение вы сможете найти в описании под видео и скачать в моем телеграм. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой телеграм-канал. Итак, устанавливаем приложение. Нажимаем готово. Итак, на вашем рабочем столе должен появиться такой ярлык. Заходим в музыку. Ставим верхнюю галочку согласиться. Разрешить. Здесь выбираем English и снимаем Hindi. Сохранить. Но приложение будет на русском языке. Во вкладке интернет, когда вы только зайдете в приложение, может не быть соединения. Повторите попытку. Все должно загрузиться. Итак, многие знают, что приложение Xiaomi славится своей удобностью и технологичностью. В общем, про это приложение сейчас я много рассказывать не буду, но расскажу, чем пользуюсь я. Например, во вкладке интернет в поиске вбиваем название вашего любимого исполнителя. Для примера я ввожу Avicii. Нажимаю поиск. Появляется множество треков. Можно зайти в профиль этого пользователя и слушать отсюда все его треки. Это очень удобно. Вернемся на главную страницу. Если на вашем смартфоне много закачанной музыки, то просто заходим в Моя Музыка. Здесь приложение само определит все треки на вашем смартфоне. В общем-то давайте теперь установим виджет. Идем на главный экран, делаем щипок, виджеты. Находим здесь приложение Музыка и выбираем тот виджет, который нам нравится. Ну, например, я выберу именно вот этот супер иконку, который сделали в MIUI 14. Друзья, знаете еще в чем прикол? На Xiaomi, если этот виджет выделить, его нельзя растягивать. Он сделан как бы по умолчанию, в форме капсулы. На Realme же этот виджет появляется вот так. И его можно растягивать, либо уменьшать. Как я уже говорил, возможно вам понравится другой виджет из этой коллекции. Если на вашем маленьком виджете не нажимается play, то зайдите в приложение, Моя Музыка, воспроизведите какую-то музыку и потом она будет работать через виджет без проблем. Друзья, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, ставьте лайки этому видео, делайте репосты. Если хотите больше видео про Realme, создавайте, пожалуйста, активность. Также хочу попросить вас создать активность в моем дзен-канале. Там, пожалуйста, оставляйте комментарии под всеми моими постами и ставьте лайки. Буду вам очень благодарен. Таким образом будут развиваться все мои каналы и будет выходить больше видео о Realme. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока.